Это программа День с толком в студии Андрея Дрея. Рассмотрите в этом выпуске. Едва не сгнил в больнице. Как лечили инвалида с подозрением на пневмонию? Уже собирают подписи жители Солонешинского района, намерены бороться с золотодобытчиками. Жить на космонавтов кони мешают, что не поделили местные и Барнаульский ипподром. Компания Барнаулк-Обстрой, которая все никак не может достроить ЖК Парковы на горе, должна подготовить два проекта для своих дольщиков. Накануне в мэрии в очередной раз обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг стройки. Напомним, недавно Барнаулк-Обстрой чуть было не признали банкротом. Финансовые проблемы у застройщика возникли еще полтора года назад. Сейчас, чтобы удешевить проект, компания хочет отказаться от подземной парковки, что не устраивает дольщиков. Накануне рабочая группа вновь собиралась по вопросу жилого комплекса на Парково. И, к слову, это уже происходит каждую неделю. И вот на последней встрече эксперты выдвинули два варианта. Либо сохранить парковку на 72 места, но при этом проект подорожает и сроки затянутся. Либо построить надземную парковку, и тогда люди к зиме получат свои квартиры. Теперь оба проекта Барнаулк-Обстрой должен представить дольщикам. Жители дома на космонавтов продолжают отвоевывать собственные грядки и единственную удобную дорогу. Проблема в том, что находится строение рядом с Барнаульским ипподромом, который, по заверению людей, самовольно преградил им путь до школы, магазинов и аптеки. Почему это произошло и есть ли у жителей альтернативная дорога, выясняла наша съемочная группа. Когда-то этот дом на космонавтов 61Е находился в имуществе Барнаульского ипподрома. Здесь временно проживали его работники. В начале 2000-х собственники квартиры приватизировали и жили себе спокойно. Обустроили дворы, огороды и даже обзавелись банями. А недавно руководство ипподрома, которое в 100 метрах от здания, заявило, часть этой земли их собственность и от грядок придется избавиться. Все чисто было, аккуратно. У всех. У всех. А теперь смотрите, здесь хорошо, красиво, а там что? Там мусор. Теперь это поле поросло травой, и жителей дома атакуют комары. Но это еще полбеды, заверяют люди. Дорога, которая вела к поликлинике, школам и детским садам, тоже оказалась на территории ипподрома. Для общественного пользования ее закрыли. Там был проход хороший, очень. И на машинах даже ездили. Понять жителей можно, но работники ипподрома поступили вполне законно. Кроме того, проход здесь небезопасен, уверена администрация. Ежедневно сюда приезжают любители конного спорта. А часто во время скачек лошади вырываются, и животное весом в половину тонны не остановить. К тому же работу подобных организаций, тесно связанных с животными, регламентируют надзорные органы. Поэтому случись что, ипподрому грозит штраф, а то и вовсе приостановление деятельности. Если мы не обеспечим пропускной режим, согласно паспорту безопасности, утвержденному Федеральной службе безопасности, значит мы подвернем жизни людей, приходящих на ипподром, зрителей опасности. Это единственная центральная площадка в Алтайском крае, где люди, занимающиеся спортивным коневодством, могут испытать своих лошадей. Она лицензирована, она единственная. То есть мы ставим под удар всю отрасль коневодства спортивного. Вместо прежней дороги жителям полгода назад представители ипподрома организовали другой проход. Рядом. Но с важной оговоркой. Он временный. От указанного адреса до ближайшей остановки всего несколько минут. Этот же путь кратчайший до поликлиники, детского сада и школы. Поэтому если эту дорогу у жителей заберут, то добираться им придется в окружную. А это немалым три километра. Наглядно. Вот он дом. Здесь территория ипподрома. Сейчас упомянутая дорога пролегает через его участок. Но когда и эту тропу преградят, маршрут в ту же школу будет выглядеть так. Но в проблеме во многом виноваты жители. Квартиры они приватизировали, а вот прав на земельный участок за 20 лет так и не получили. Поэтому никаких претензий к администрации города, и уж тем более к ипподрому, с юридической точки зрения у них быть не должно. Соответственно, после оформления земельного участка, они вправе будут, ну скажем так, потребовать официально к себе подъезд. Это либо там предоставление отдельной дороги, если такая есть возможность, либо в судебном порядке получить сервитут к данному земельному участку. Казалось бы, решить эту проблему можно и по-человечески. А воюющим соседям договориться и сохранить, если не грядки, то столь необходимую людям дорогу. Но буква закона этого не позволяет. Выход один. Вместо того, чтобы кричать и ждать помощи от районной администрации, жителям дома на космонавтов 61Е стоит получить право пользования на землю и только тогда требовать новую дорогу. Хотя и в обход. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Барнаулиц едва не сгнил в больнице. Мужчина провел в учреждении месяц с подозрением на пневмонию, однако вернулся домой с многочисленными пролежнями. Жена пациента бьет тревогу, ведь в такой ситуации может оказаться любой. Тему продолжит Ирина Корчегина. Знаете, что мне сказали? А вы его что, умирать привезли? Я закричала в трубку. В начале прошлого года Сергей внезапно стал инвалидом первой группы. У мужчины в 57 лет произошел инсульт. Болезнь приковала к кровати. Питание через зонт, дыхание через трахиостому. За полтора года Сергей достиг успехов. Мог сидеть, разговаривать и даже шутить. Но, как и тогда, все изменил в один день. В конце мая скорая увезла мужчину с подозрением на пневмонию. В пятой горбольнице мужчина провел месяц. За это время ему провели пять ПЦР-тестов на ковид. Все они были отрицательными. Зато вот уже при выписке у Сергея, по словам его жены, была температура. Помимо прочего, во время лечения, также, по словам жены, ему занесли инфекцию, когда вставляли катетер. Но даже это оказалось не самым страшным. Мы когда домой приехали и увидели это, дочь упала в обморок. Потому что там страшно, там яма, яма до костей. И насчитали девять пролежней, девять. Вот эта желтизна въелась. Это значит, он сходил, а его не знаю, в какое время его помыли. Это вообще, получается, к человеку не подходило. Пролежни на ушах, пятках, спине, до самых костей. Все это, по сути, некроз мягких тканей, который может привести к летальному исходу. Чтобы избежать пролежней, человека нужно часто переворачивать, следить за гигиеной. Может быть, в больничных условиях медсестры не могут уделить одному пациенту столько внимания. Но Марина предложила сразу, она может лечь в больницу вместе с мужем. Я готова лечь в больницу, буду лежать, не выходить оттуда. Я буду ему помогать и даже вашим буду помогать. На что мне было отвечено, что в связи с ковидным, ну, не получится положить вас. Семье обидно, что все их старания просто обнулили весь прогресс. Врачи уже сказали, скорее всего, Сергей больше никогда не сядет. Мы отправили запрос в Минздрав Края, чтобы выяснить, как в больнице обращается с другими пациентами. По нашей информации, служебная проверка уже началась. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Детская городская поликлиника номер 9 отмечает юбилей. 45 лет со дня открытия. Несмотря на возраст, медучреждение продолжает развиваться. Недавно здесь сделали ремонт, внедрили уникальные для края техники реабилитации. О том, как менялась поликлиника, расскажет Артем Гусельников. Юлия Юркина в течение 17 лет водила свою дочь в детскую поликлинику номер 9. И сегодня женщина снова на приеме у врача. Но теперь в качестве бабушки. Говорит, за эти годы поликлиника сильно изменилась. Сделан ремонт отличный. Красиво стены разрисованы, что ребятишек можно отвлекать. А самой нравится вот эта вся обстановка вся. И регистратуру теперь очень можно спокойно дозвониться и записаться. Всегда ответят вежливые операторы и проконсультируют. Эта поликлиника единственная в крае, в которой проводят лечебную физкультуру в воде. На занятиях врачи помогают детям восстановиться не только после переломов позвоночника, но и после коронавируса. Также здесь есть стоматологическое отделение и круглосуточный травмпункт. Мы консультируемся с заведующим, разбираем какие-то непонятные случаи. Во время приема также, если появился пациент, с которым какая-то клиническая картина, смазанная, либо по рентгенограммам что-то непонятно. Опять же, можно пойти проконсультироваться. Он также придет, посмотрит, поможет. Сейчас в штате поликлиники трудится 300 человек. Больше 200 из них – это врачи и медсестры, многие из которых обладают высшей категорией квалификации. Работа ведется не только в стенах медучреждения, но и на выезде. У нас в настоящее время функционирует отделение неотложной помощи в составе трех бригад. И три фельдшера сидят на приеме по неотложной помощи. Я думаю, в других поликлиниках в таком количестве нет специалистов. В планах, говорит Ирина, продолжить развивать поликлинику и в ближайшее время запустить второй лифт для перевозки больных. Сейчас врачи продолжают вести ежедневный прием без выходных, ведь признаются специалисты здоровья детей важнее всего. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Третья волна не только коронавирусов, но и активности антимасочников накрывает Алтайский край. На днях в одном из барнольдских трамваев две женщины отказались надевать средства защиты, когда в вагон зашли проверяющие. Одна из бунтарок маску в итоге надела, а вот вторая начала спор, что привело к остановке транспорта на 10 минут. Женщины требовали вернуть деньги за проезд, но этого не произошло, и те покинули трамвай. Напомним, что в октябре прошлого года антимасочники заблокировали вагон трамвая, отказываясь надевать маски, тогда их было около 10 человек. Позже их всех забрали сотрудники полиции. А мы напоминаем, за нахождение без маски в общественном транспорте можно получить штраф до 40 тысяч рублей. В Солонешинском районе снова зреет конфликт на теме золота и экологии. Жители собирают подписи, чтобы с их земли ушли золотодобытчики. Инвесторам не рады после истории с раскопкой реки Ануй в 2019-м. А сейчас, уже под другим названием, предприятие заходит на новый участок прямо у центра муниципалитета. Техника старателей ждет своего часа. Замедленная бомба всего в нескольких километрах от центра туристического района, рядом с новым участком золотодобычи. Нам еще нужно получить от лесфонда разрешение, там подпись одну надо. А остальное у нас практически все готово. Как получаем подпись, мы пошли работать. Эта компания планирует перевернуть 12 километров реки Солонешко. Предположительный объем золота, который здесь можно добыть, назвать не смогли. Но подчеркнули, что самой высшей пробы – три девятки. Жители рассуждают другими категориями. Та сторона у нас Алтайский район, Белокуриха. Здесь проходят миграционные пути к Асуле в сторону Солонешинского района и далее. Весной при таянии снега в первую очередь оттаивают южные склоны. А когда южные склоны оттаивают, значит появляется зеленая трава, которая для животных весной – это самое лакомство. Хата бобра, натасканные палочки, его пути, движение. Также здесь видно свежие вылазы бобриные. Вот здесь характерно видать примятая трава. Ну сегодня, наверное, может быть вчера вечером. Бобры в основном любят по вечерам. То есть солнышко пригреет, и они вылазят и строят себе хаты. Еще здесь живут зайцы. Александр боится, что после экскаваторных работ зайчата не выживут. Касули могут покинуть местность, испугавшись шума, а краснокнижные растения исчезнуть, как это случилось после добычи на реке Ануи в село Топольное. К слову, в 2019-м под давлением экологов и ученых суд запретил фирме вести работы на Ануи. Сменив юридическое название, компания вновь поднимает ковш уже на другую реку – Солонешко. Да никто нам там не запретил. Просто мы выкопали там все. Взяли немного, где-то 30 с лишним килограмм всего. А оно того стоило? Это же очень мало в масштабах золотодобычи. Ну да, стоит. Оправдывает маленько-то. Суд обязал фирму провести рекультивацию. В идеале после нее местность должна выглядеть почти так же, что и до вмешательства. Только прежняя эта территория станет через десятки лет. Как нам объяснил представитель компании золотодобычика, часть вырытого камня вывезли. Его использовали для отсыпки моста или дороги. А насыпную землю выровняли и на этом месте высадили 8,5 тысяч саженцев сосны. Но сделали они это в самом конце участка, что ближе к деревне. А дальше, как было, так и есть. Лицензия у нас. Все. Мы имеем право полное. Суд там из-за рекультивации что-то там не то было нам запретил. Но мы сейчас рекультивацию делаем. Завтра я тоже туда погоню технику. Там немного надо будет доделать еще. Будет уничтожено и вскрыт плодородный слой, который потом не будет восстановлен ни в каком объеме. Урон будет нанесен колоссальный. По словам золотодобытчиков, после них на реку вернулись бобры, утки, цапли, рыба. Ущерба природе не признают. Взамен, говорят, обеспечат район рабочими местами. Если под Топольным трудилось 40 человек, в этот раз понадобится 140. Экскаваторщики, бульдозеристы. Нам обещают поступление в местный бюджет. Но по опыту знаем, что более 10-11 тысяч. Этого не будет. В год? Ну, это вообще смешно. Это смешно. Это даже не смешно. Это горько и обидно. Разрушить природу? Ничего не воспалить. Мы сейчас не будем делать выводы о том, насколько сегодняшний заход на эту площадку, организация правомерна. Пусть разбирается компетентный орган. Но моя задача, как депутата, к которому обратились люди, актив районный совет депутатов, коллеги из района, поставить в известность губернатора. Попросить прокуратуру провести проверку природоохранного законодательства. И сделать свои выводы. Люди уже собрали 600 подписей против и не собираются сдаваться. Говорят, остановить варварство гораздо большего, чем в прошлый раз масштаба от 12 километров вместо трех. Вопрос с принципа. Правда, лицензия компании выдана на 53 километра вдоль рек Солоняшинского района. Как фирме могли разрешить проводить работы на такой уникальной природной территории – большой вопрос, который мы намерены адресовать в Роснедр. Жители боятся, как бы им не пришлось отстаивать весь район. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Улетел, но обещал вернуться. Барнольдский шахматист Алексей Сорокин уже как два года учится в Техасе. И совсем недавно он стал первым гроссмейстером в Алтайском крае. Что это звание значит для спортсмена и как его добиться, расскажем далее. Алексей Сорокин родом из Барнаула и со второго класса не расстается с шахматной доской. Спустя пару лет выиграл чемпионат России среди юниоров. И уже там барнаульские тренеры стали думать, может быть это наш первый гроссмейстер в крае? И они не ошиблись в первые шаги. К высокому званию Алексей сделал, когда удачно выступил на международных турнирах и обыгрывал там как раз-таки опытных гроссмейстеров. Дважды это случилось за сборную России. И вот третий раз получается в Техасе. Победа и почетное звание. Конечно, я очень рад. Гроссмейстер это высшее шахматное звание, выше уже некуда. И я счастлив, что я стал первым гроссмейстером в Алтайском крае, из Алтайского края. Но с другой стороны сейчас немного непонятно, какие дальше ставить цели в шахматах, потому что больше званий нет. Но буду продолжать заниматься и постараюсь хорошо играть. После переезда в Техас Алексей некоторое время не играл в шахматы. 24 на 7 грыз гранит науки на факультете информатики. После того, как обустроился вдали от родины, возобновил тренировки. По словам президента Федерации шахмат Алтайского края Артема Паломожного, Алексей всегда много работал, и это дало свои результаты. На мой взгляд, как спортсмен, это такое удачное сочетание таланта и трудолюбия. Достаточно быстро прогрессировал, но при этом он всегда был очень трудолюбив. Вот чего не хватает очень многим талантливым людям, так как наличие таланта, как правило, люди становятся ленивыми. Это не про Алексея. Кстати, в Техасском университете есть сборная команды по шахматам. В ней состоят спортсмены из Мексики, Африки и Европы. Но сильнейшими считаются игроки из России и Украины. Назревает вопрос, почему топовые шахматисты уезжают из своей страны? Ответ простой. Условия. Например, в США есть команды гроссмейстерского уровня. От этого и высокая конкуренция. Вернется ли Алексей на родину, пока не знает. Учисто еще два с половиной года. Не определился парень пока из профессии, но точно знает, что шахматы будут с ним всегда. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok